Я по образованию инженер-океанолог, и свое образование я получил, тогда это называлось Ленинградское высшее инженерное морское училище имени Адмирала Макарова, такое полузакрытого типа, мы форму носили морскую, но при этом это все-таки гражданский буст был, он обеспечивал гражданский флот, но и, кроме того, кадры для севера, то есть я закончил арктический факультет, и потом я 14 лет проработал по специальности океанолога в Арктическом, Антарктическом научно-исследовательском институте, был участником многих арктических морских экспедиций, побывал на зимовке полтора года в Антарктиде, вот, поэтому это все было еще до того, как я уверовал в Иисуса Христа, а вот вернувшись из антарктической зимовки в 90-м году, мы все не узнали страну, потому что с 88-го года по май 90-го, то есть настолько огромные перемены произошли, и вот это зазвучало тогда проповедь Евангелия, чего мы были лишены, мне был 31 год, то есть я в полном атеизме рос, и вот тогда я уверовал, принял крещение в церкви евангельских христиан-баптистов, в Колпино, но это был не мой выбор, это был выбор Бога, потому что мое понимание было вообще, что христианство едино, то есть когда я попал в Баптистскую церковь, я задавал пастору там вопросы, там, например, праздник Покрова Престой Богородицы, говорят по радио, да, я говорю, а что это за праздник, говорят, а это ты у православных спроси, и тут у меня вот в голове что-то щелкнуло, что а, оно же разное христианство, и то есть это просто говорит, насколько была полная безграмотность в вопросах веры, христианства, когда вот я пришел к Богу, но я благодарю Бога, что именно в Баптистской церкви, то есть сразу был привлечен вот к Библии, да, к ее изучению. Что касается писательской деятельности, то... А можно до писательской спрошу вас? Ага. Все-таки что лучше, грамотность или безграмотность? Что лучше вот подтолкнет человека к тому, чтобы прийти к Богу, прийти в церковь? А тут... Вот это к вам вопрос такой, вы говорите, безграмотность. Тут трудно сказать, то есть безусловно, став христианами, нам нужно стремиться к максимальной грамотности, но то, что я был в вопросах религии безграмотен в 90-м году, может быть, это мне тогда и помогло. Но тут тоже не все так просто, потому что я вырос... У меня отец был коммунист, да, то есть вот рос в такой... Ну, вообще, советское время, это же материализм, мартизм, меминизм. Все так росли, все мы так росли. Кроме детей верующих родителей. Ну, их мало так было, что их никто и не знал. Да, и в общем, когда вот вернувшись с зимовки, то было 4 месяца отпуска, у меня никогда такого длины отпуска не было. То есть была возможность как-то, ну, чем-то интересоваться, что-то посещать. И вот когда мы таким тоже, ну, определенным образом, да, это все надо время, чтобы рассказывать. Ну, в общем, оказался я, когда именно в Баптистской церкви, мы первый раз пришли на богослужение, да, и видим, выходят люди в костюмах, не в рясах, в костюмах, открывают Библию, проповедники читают. Более того, это была Баптистская церковь не в здании церкви, а во дворце культуры, то есть арендовалась. То есть это была такая нейтральная территория, куда человек из мира мог легко зайти, это мой дом культуры, то есть, а когда ты приходишь в церковное здание, все-таки ты уважай вот эти правила, да, то есть это немножко создает напряжение, а тут все было, то есть никаких дистанций, да, то есть люди в европейских костюмах, галстуках, дворец культуры, и вдруг там проповедуется Евангелие. И довольно, вот после первого, да, общее пение, которому сразу вот нам давали песенники верующие, то есть атмосфера какой-то радства, что ты не чужой, тебе тут рады. Вот, когда мы первое собрание посетили, с женой, кстати, вот это тоже был плюс от Бога, что мы шли параллельно к Богу, и ни один другому не был таким препятствием. И очень деликатно так мы друг к другу присматривались, и не только к супругу, но и к самому себе. А я-то приближаюсь к Богу, надо ли мне? Вот такие вопросы возникали. И тогда, вот когда первый раз посетили, я говорю, слушай, а давай еще раз сходим. То есть никаких обязательств, просто вот на желание. И так мы стали ходить, стали ходить, ходить, потом достаточно быстро было понято, что надо покаяться, что есть живой Бог. И вот произошло рождение свыше, примерно через 4 месяца посещения. То есть тогда уже вопросы все ушли, стало понятно, что Бог живой. Это не просто Бог в тексте, а это живой Бог, и не просто слово, а живое слово, которое освещается Духом Святым, который в тебе. Да, и вот немножко в своем сбившемом свидетельстве я упустил момент, что еще за год до вот этого прихода к Богу, находясь в Антарктиде в 89-м году, ментально, и это тоже был Божий план, который я вот позже уже расшифровал, что ментально на этой станции, где вот нас было 26 зимовщиков, тогда еще советских граждан, это все чисто мужской коллектив, и где-то в середине зимовки у меня вдруг такое было озарение, как вспышка в сознании, что, может быть, это было связано вот с тоже суровой, но прекрасной природой Антарктиды, не испачканной, не загаженной, где мы жили вот в атмосфере на берегу океана, и там я еще как океанолог 4 раза в сутки ходил на берег моря, чтобы делать измерения, измерения уровня океана, там пробы на температуру, соленость, и там пингвины, там тюлени, то есть они нас не боялись, то есть мы жили как бы люди и звери, как вот тоже одна такая большое сообщество. Как в раю, что ли? Ну, двери не закрывались, потому что это, во-первых, Антарктида, может, неправильно говорить, богом забытый район, то есть нету какой-то опасности, что ты там ночью спишь, и кто-то войдет, то есть вот какой-то был в этом смысле покой. И вот я говорю, что однажды произошла такая вспышка в сознании, что до этого всю жизнь я был материалистом, как воспитан, меня даже в детстве, ну вот в юности, наверное, подростком отец спросил, говорит, а про основной вопрос философии, говорит, как ты считаешь, что в основе материальное начало или идеальное духовное начало? И я так подумал, думаю, материальное, оно вот трогаем мы нас, то есть оно реальное, то есть оно и в начале. И отец говорит, правильно, то есть материальное – материализм. И вот там, в Антарктиде, получилась вот эта вспышка, я думаю, такой прекрасный организованный мир, где все взаимосвязано, планеты движутся по орбитам, не сталкиваются, все работает как часы. Есть всемирный разум, который все это создал и управляет вот этой гармонией вселенской. Думаю, это не может быть стихийно и случайно, вот такая сложная система существовать. И я так обрадовался этой мысли, и я, видимо, я какой-то испытал духовное такое возбуждение, потому что день или два я своих товарищей по зимовке говорил, а вы согласны, что есть мировой разум, который управляет всем? Ну, я не помню, что говорили. Ну, особого отклика на мою такую проповедь первую не было. Вот, просто, значит, это не возбуждало интереса. Но во мне вот это переключилось, и это было важно, потому что, когда мы пришли в Баптистскую церковь, я уже понимал, что Бог есть. Но для меня было второе открытие, что это не Бог философов и ученых, а это Бог Библии, то есть вот тот живой Бог, который открылся в Иисусе Христе. То есть это огромная разница. Это откровение самого Бога, а не наши впечатления и мысли. Скажите, по Антарктиде, очень же много разных теорий заговора. Одни говорят, что там фашисты устроили какие-то подземные бункеры. Сейчас много в интернете печатают с Антарктиды разных фотографий там, и НЛО там приземлялись, и все остальное. Может быть, это было какое-то... И вам тоже озарение с той стороны, нет? С какой-нибудь... Там много же теорий разных. Ну, я к этим теориям серьезно не отношусь, поэтому... Ну нет, ничего там, под снегами, подо льдами. А, нет, мне это незнакомо, и я в это не верю. Ну, вот... Но вы там были, знаете, мы готовы рассуждать и смотреть там всякие чудные... Я видел только вот гармонию, что несмотря на такой суровый климат, что, например, как императорские пингвины выживают и еще умудряются откладывать яйца и вынашивать их при температуре там минус 50-60 градусов и при сильных штормовых ветрах, да? Ведь это сложнейшая инженерная задача, которая... Вот человека, пустите, мы там не продержимся... Ну, понятно, минус 50-60. Короткое время, да, нам надо где-то укрыться, тепло и все такое. А у них же нету этих домов, то есть они вот выстраиваются в колонии, внутри колонии тепло, потому что тела, и сменяют друг друга вот так. Все время кто-то выходит на ветер и терпит, ждет, потом его закрывают следующий, да? И вот это еще в условиях полярной ночи. Ой, там, если только вот жизнь одного императорского пингвина изучать, то понимаешь, ну, как... Как это может само собой случайно... Слушайте, у нас времени не хватит. Да, да, да. Следующее интервью мы посвятим этому периоду вашей жизни. Но сейчас я хотел бы вот вернуться к книге «Россия в огне Пятидесятниц». Немного книг о песятниках написано, как и история песятческого движения. А недавно, вот несколько лет назад, один из кардиналов, из известных кардиналов Римской католической церкви вообще предложил вынести пятидесятников, харизматов, неважно, в отдельную деноминацию. Как бы выделить четыре уже. Там православные, католики, протестанты и пятидесятники. Вы знаете, какая-то... Ну, вы изучали, какая-то мощная волна пошла. Даже у тех же католиков, почти половина католической церкви, крещённая Духом Святым, болятся, говорят иными языками. Что вас, Баптиста, побудило начать писать книгу о пятидесятниках? Ну, тут... А когда вы вообще начали писать? Я извиняюсь. А, да, вот в отношении писательской деятельности... Ну, где-то вот в девятнадцатом году я уверовал, а где-то в девятнадцать седьмом году я почувствовал импульсы заняться христианской журналистской деятельностью. В этом была определённая необходимость. В Петербурге создавались христианские газеты, Мирт, например. Я стал там постоянным корреспондентом, ну, не корреспондентом, автором статей для этой газеты. Она и до сих пор издаётся, такая уважаемая евангельская газета, хорошая для думающих христиан. И для меня было удивительно, что мои статьи брали, и, в общем-то, были определённые отзывы. Это, конечно, было божье действие, потому что в школе я учился хорошо, можно сказать, по большинству предметов получала отлично. Но у меня всё время по русскому языку было хорошо. То есть тройк у меня практически не было. Они могли случайно где-то проскочить по отдельным предметам в отдельные четверти, но в итоговых не было. Но русский – это никогда не было пятёрка. То есть и сочинение – это было самое в школе для меня мучительное. То есть когда я поступал в Макаровку или сдавал там выпускные экзамены, вот именно боязнь, что я ничего не смогу родить в сочинении. То есть не было этой наклонности. Поэтому с 1997 года я стал заниматься журналистикой и довольно много писал на разные темы. Но в 2004 году произошло вот такое для меня очень важное событие. Я его сравниваю с рождением свыше. То есть это вот призыв, совершенно чёткий. Я помню день, час, обстановку, когда Господь меня призвал заниматься и писать историю евангельского движения. Ну, это там касалось сначала локальных задач вот этой поместной церкви в Колпино, но это именно как очень серьёзное служение, которое было связано с архивной работой, с изучением всей историографии евангельской, старой периодики, столетней давности. И с момента призыва на это служение я не было дня, чтобы я этим не занимался в большей или меньшей степени. В итоге это привело к рождению двухтомника, двух толстых книг, вот примерно таких же толстых, рождённых свыше на берегах Ижоры. То есть это история по местной церкви Ивана Христиан Баптиста в городе Колпино. Эта книга имела определённый отзыв, то есть она была напечатана тоже типографским способом, издательство Библии для всех, в 2011 и в 2013 годах. И поскольку такой литературы мало и по северо-западу буквально почти ничего не было, то на эту книгу обратили внимание не только баптисты, но и близкие конфессии евангельские в нашем регионе. Вот так я познакомился через книгу с местными братьями, евангельскими христианинами в духе апостолов. У них был интерес к своей истории. И они писали свою историю. И у них было два вопроса. Это когда возникла их конфессия, им казалось, на основании определённых документов, были как будто бы найдены, что это было в 1912 году. То есть, получалось в то время, что столетие им праздновать. И была написана имя книга. Вот через знакомого брата мне дали рукопись в электронном виде этой книги, чтобы высказать своё отношение к написанному, прежде публикации. И, прочитав эту рукопись, отдав должное проделанной работе, я в то же время сказал, что если бы я писал, то я там дал порядка семи замечаний, которые, что нужно сделать, чтобы эта книга была качественная. Но замечания по делу или как Баптист? Нет-нет-нет, это были по делу, очень серьёзные, с точки зрения историка больше. И что интересно, что прошло ещё два года, и была переделана версия. Но она была переделана, всё равно там не были устранены в основном эти замечания. То есть, когда мне дали второй вариант, я говорю, но я не вижу, чтобы здесь были ответы на вопросы, которые я критически задал. И наступил момент, это был 2015 год, когда пресвитер церкви в Парголово, церковь-провозвестница, у них есть хороший сайт, можно найти, просто церковь-провозвестница. И на ютубе они работают, эта церковь. И вот пастор этой церкви, пресвитер Алексей Константинович Медведев, и ещё мой хороший друг и диакон Сергей Васильевич Шатров, пришли, я работаю заведующим библиотекой, крупной христианской библиотекой «Общество Библии для всех» в Петербурге. Они пришли ко мне и стали уговаривать, имея в виду, что я уже на основании знакомства, знакомств их истории, чтобы я им помог. Я говорю, ну я могу помочь консультацией, советом, как я до этого делал, потому что я много лет работал по теме пашковцев, то есть это вот это самое начало евангельского движения. в Петербурге, где вот корни многих сегодняшних конфессий, динаминаций. Я работал по этой теме, и мне не хотелось отвлекаться. И более того, я не считал себя достаточно компетентным, чтобы писать их историю. И первый раз я говорю, вот только советом, только консультацией. Но через две недели они пришли снова. И они, и опять мы говорили долго, и вот я в этом уже увидел настолько, как вот, помните, Павлу приснился сон, муж македонянин, говорит, приди и помоги нам. То есть вот ты, Павел, если не придешь в Македонию, у нас ничего не будет. Вот. А у нас нужда, нам нужно. И, видимо, они молились. То есть, после второй беседы я дал согласие. Я говорю, хорошо, я займусь ранней историей, которая у них была вот наиболее невозделанная. То есть, а вы напишите, ну, как бы, уже более современное. Вот. Но в итоге, в общем, получилось, что постепенно в процессе работы получилось, что все равно надо писать мне все. Но при активном содействии, потому что нужны материалы, нужны, нужна, опять же, это обратная связь и проверка. Если я пишу все-таки по, ну, в интересах определенной динаминации и их историю, то понятно, что, имея определенную свободу перед Богом, я все-таки должен иметь и считаться, и с их тоже пожеланиями, как излагать материалы. Ну, вот, как-то так. Понятно. А другие смотрели ветви? Песятница пришла в Россию тремя путями, скажем так, Варонаевское братство, шмитовцы и как раз Иванов и Смородин, это вот в духе апостолов, они принесли из Финляндии, оттуда, ну, как считается. Я калужанин, да, и для нас вообще, там, имя Варонаева, он был у нас в ссылке, мы несколько раз в церкви проводили варонаевские чтения, приглашали, у нас был Одинцов профессор, он писал тогда как раз период его жизни, как родился он там, где родился, ездил, архивы изучал, написал специально, ну, наверное, как и вы, по пожеланиям, и потом вот вышла книга о жизни Ивана Ефимовича Варонаева, последний Лев Симкин писал тоже, историк, адвокат, тоже очень интересный человек, вот, мы у себя в церкви укавичили, конечно, мы открыли памятную мемориальную доску как раз через Ивана Ефимовича Варонаева, и, знаете, кто открывал, был на открытии вместе со мной, Дмитрий Шатров, Дмитрий Дмитриевич, да, мы вместе, и я видел, и он тоже такой, знаете, говорил, у нас тоже есть история, и нам надо, надо, и вот, я думаю, и его тоже желание, где-то тоже, наверное, у всех есть это, рассказать свою историю, чтобы люди знали, пока мы не расскажем, вообще никто ничего не знает, конечно, кто мы, откуда мы, где мы нашли свои корни, вам интересно было о песятниках, баптистах? Да, мне интересно, и я именно в духовном плане тоже многое для себя узнал и открыл, и я верю, вот, там, во что верят тоже и пятидесятники, ну вот, вы начали с вопроса вот этих трех ветвей, трех ветвей, и я должен сказать, что вот в процессе работы над книгой, вот, в книге обращено внимание на какой момент, который немножко в изложении позднейших историков, например, Владимира Франчука, да, затушевывается, потому что из книги, допустим, Владимира Франчука или похожей книги Одинцова, он, Одинцов, очень сильно опирается на Франчука в вопросе изложения вот этой смородинской ветви в духе апостолов, и там получается так, что начинали хорошо, это было тринитарное богословие, да, оно пришло через Финляндию, и более того, это 1913 год, и Александр Иванович Иванов, служитель Прохановского союза, это был Всероссийский союз евангельских христиан, и пастором в Гельсингфорсе, тогда так называлось Хельсинки, был Александр Иванович Иванович, а в Выборге, тогда тоже финский город, пастором был, церковь евангельских христиан, был Николай Петрович Смородин, вот эти два ключевых лица, фигуры, через которых потом возникло вот это движение единственников, но вначале они были пасторами Прохановского союза, в это время через финнов, у финнов писяническое пробуждение началось вот в одиннадцатом, двенадцатом году, и постепенно оно вот охватывало Финляндию, и начинало оказывать давление, в том числе, хорошее давление, на русские общины евангельских христиан, на территории Финляндии, и там был один пастор Хаккарайнин, Пекка Хаккарайнин, который имел, он финн, но он имел русское происхождение, то есть он, в Петербурге очень много финнов было до революции, как их называют, ингерманланцы, да, и они были двуязычные, они по-русски говорили свободно, и вот этот Пекка Хаккарайнин, он стал проповедовать, ну, по желанию вот общин того же Смородина в Выборгской общине евангельских христиан. Так возникло тринитарно, то есть учение было принято, крещение духом стали получать братья и сестры, и возникло первые песятнические русские церкви в Выборге и Гельсинфорсе. Русские песятнические общины, но на территории Финляндии. Но Финляндия тогда же была в составе Российской империи, Великое княжество Финляндское. Отсюда уже было близко до того, что начала песятница проповедоваться в тогдашней столице Санкт-Петербурге, там возникла песятническая церковь, это 1914 год. И вот три года первые развития движения шло как тринитарное песятничество, которое вот, ну, скажем, близко воронаевцам, шмиттовцам, вот, но потом случилось так, что весной 1916 года прибыл в Петроград Эндрю Уршин, это американский миссионер ассирийского происхождения, песятнический, и он не был единственником даже на момент прибытия в Петроград, это уже тогда Петроград был переименован, Петербург, и вот именно в Петрограде он нашел песятническую вот эту общину тринитарную, и он находился недолго, всего месяц или полтора, это все есть в книге? Это все в книге, подробнейшем образом тогда не рассказывайте все, а я задам следующий вопрос, почему вот в простонародье, скажу прямо, эта ветвь песятнического движения получила название смородинца, не Иванов вообще как бы за бортом оказался, более харизматичный был смородин, даже в атеистической литературе в советской везде смородинцы идут Да, это связано это тоже вот все нами сейчас исследовано, частично описано вот уже в вышедшей книге, но еще больше это будет описано во втором зрителям нашим скажу, это первый том вы представляете первый том будет уже четыре тома насколько я узнал написано по Ивангельскому движению Да, и вот в третьем во втором и третьем томе особенно в третьем томе у нас будут жизнеописания биографические очерки ключевых фигур раннего русского писяничества в том числе и Иванова и Смородина И мы Иванов все время был номер один он Смородин был в его тени это до конца 20-х годов это четко все так и было и Смородин признавал авторитет Иванова тоже безусловно вот но потом в силу определенных и в общем трагических событий связанных с изменением антирелигиозной политики большевиков то есть 29-го года начались очень серьезные гонения преследования христиан и причем писятинические церкви начали преследовать раньше и с большей такой тотальностью это это касается и церкви единственников и вот в силу этих трагических обстоятельств которые будут подробно описаны Иванов он рано ушел из жизни он умер в тридцать пятом году в тридцать пятом году смородин пошел путем ссылок тюрем лагерей вот но бог его сохранил он не был расстрелян в тридцать седьмом тридцать восьмом году как вот эта участь которая постигла многих ярких служителей евангельского движения то есть бог его укрыл на это время он находился в это время в лагере там коми республика коми вот на севере голодных жестоких условиях вот но в то же время он там выжил вот потом уже когда Иванова не стало в тридцать пятом году я немножко сглаживаю углы не рассказываю все нюансы лучше прочитать книгу но особенно после смерти Иванова смородин уже был точно номер один в движении и он это осознавал понятно что там не могло быть какого-то чтобы там какие-то съезды собирались все это было чисто духовно харизматически вот этот духовный авторитет смородина всеми признавался он чувствовал пастырскую заботу то есть он когда было только можно он ездил он много ездил и посещал общины разбросанные по разным регионам России это было и до войны и после войны в те моменты когда он оставался на свободе он был вот такой разъездной странствующий проповедник когда он находился в ссылке он организовал пастырскую опеку с помощью переписки то есть он писал вот эти наставнические письма и рассылал их находился в переписке вот с многими группами общинами но письмах вы вот немножко упомянули да вы нашли сейчас в архивах да уникальные совершенно письма не просто письма домой да нашли письма проповеди скажем так да учительные письма то есть вот проповеди которые посвящены актуальным темам тут еще интересно что например у Иванова сохранились учительные письма они такие больше теоретического богословия то есть он он именно писал почему вот единый бог как вот они понимают единственники да а у смородина у него больше наставнические письма о благочестии то есть о практической христианской жизни как жить в советском союзе христианином и эти письма эти письма сто процентов ну может быть не сто но девяносто пять процентов точно подходят баптистам другим пятидесятникам то есть там вот не затрагиваются эти вот тонкие вопросы как устроен бог вот тайна бога отец сын святой дух как они взаимодействуют то есть это был конек Иванова а у смородина благочестие например практическая жизнь да например найди свое место в теле христовом то есть какое твое призвание какой твой дар он очень писал если ты не на своем месте служишь богу ты не полезен ты можешь вредить делу бога то есть спроси узнай делай то где у тебя дар божий то есть ну разве это не прекрасно конечно очень очень как люди мучаются даже могут даже пастор может оказаться не на своем месте и он мучается и мучает членов церкви и община затухает рассеивается не сходит на нет то есть место благословения происходит обратное вот в силу вот это да и самородин несколько раз много раз был арестован и последний раз он был арестован в 48 году вот когда началась новая волна послевоенных сталинских гонений арестов вот и он мученически умер в лагере в Мордовии в 53 году 22 апреля 53 года то есть чуть-чуть немножко он пережил Сталина но еще не шел процесс освобождения он начнется в 55-56 году когда начали реабилитировать последние три года смородин ослеп в возрасте 77 или 78 лет он отошел представляете вот какой уже престарелый человек и в каких вот тяжелых условиях то есть это настоящий мученик и человек который ну вот всю свою жизнь положил на алтарь служения Богу и поэтому вот в силу того что он в итоге больше роль сыграл и дольше руководил то ветвь стала называться Смородинской и ему вот недавно да когда выяснилось что мы собрали Бог нам позволил собрать ну настолько много материала о смородине которые вот именно в процессе за последние пять лет когда вот мы собирали материалы в том числе в архиве ФСБ что ему будет посвящен и в силу его авторитета отдельный том то есть четвертый дом это его подробное жизнеописание которое никогда не было написано в лучшем случае были краткие биографические справки там на одной-двух страничках вот но здесь будет подробно исследована его жизнь его радость его скорби страдания как он преодолевал все ну дай Бог вам сил написать все и письма вот письма его духовное да его духовное наследие то есть это тоже вот братья сочли что ему нужно посвятить отдельный том кстати как это было сделано в отношении Воронаева в книге бегущие в небо да то есть там все-таки отдельная книга посвящена Воронаеву да вот братья тоже ну где-то наверное глядя на это что почему нас может быть будет как часть третьего тома то есть давайте сделаем ему воздадим должное кстати книга заканчивается сфографиями из нашей церкви последняя прям крест стоит покаянный из Калуги как раз засняли улица наша небесная 7 доска ему мы открыли я считаю что это важная часть мы не должны забывать свою историю своей конечно тем более вы начали с того что вы начали заниматься Пашковым вот немножко вот письменческого движения хватит силы туда и туда потому что Пашков тоже не менее загадочная личность для евангелих христиан вот в нынешних условиях я честно вам признаюсь что очень много пастырей особенно новых молодых церквей они вообще не знают кто мы откуда мы какого рода племени многим кажется что вот типа я начал церковь значит и больше до меня никого не было и в городе нет никого а в городе столько церквей евангельских Пашков как тот человек ну я даже не знаю с кем его да наверное ни с кем не сравнишь здесь в России который вот в Питере очень известен и я знаю что проводятся экскурсии в Питере есть Петербург протестантский вот меня как-то вот в прошлый приезд пригласили и говорят пойдем и мы как-то прошли мимо Исааки идем и говорят а вот это два дома где жили и эти два дома принадлежали Ливина знаешь что-нибудь я говорю да это одна из первых книг которую я не знаю почему я выхватывал даже в 90-х старался вот эти вот не знаю где их издавали тогда где-то за границей может быть всякие маленькие книжки маленькими тиражами Софья Ливин когда описывала евангельское движение и мне человек который пригласил пастор говорит а вот их дом пойдем зайдем я говорю как в дом зайдем какие-то государственные учреждения да нет а под домом кафе и мы сидели и представляли как это было тысячи людей собирались на евангельские чтения и это были не просто люди это была аристократия Российской империи там и фрейлины были царского двора и многие известные там и графы и другие там важные титулованные особы и все приходили слушать евангелие да такой голод был это что-то удивительное дело хватит вам сил еще и на эту работу вот действительно закончить то что вы наверное не закончили еще ну конечно да но во-первых я с того года вышел на пенсию но я продолжаю работать ну с неполной занятостью да то есть у меня есть такая тенденция ну освобождать больше дней для писать историко-писательского труда и сейчас я стараюсь хотя больше времени я трачу вот на проект о писядничестве но все равно хотя бы понемножечку продвигать книгу которая будет ну пока у нее название такое Пашковцы так и будет называться Пашковцы вот это тоже получается толстая книга она кстати процентов на 90 уже написана но вот эта завершающая часть все равно требует такого кропотливого труда и я надеюсь что все равно в ближайший год-два книга Пашковцы тоже выйдет вот и там кроме моих статей которых ну много я писал о Пашковцах они они в интернете есть тоже там если набрать Петербург евангельский мою фамилию Степанов Петербург евангельский Степанов вы попадете на сайт где там ну с десяток статей о Пашковцах уже можно читать вот они войдут в эту книгу но главное что в эту книгу войдет уникальный архивный источник я его обнаружил знаете вот перед нашей встречей со мной друзья поделились как сегодня говорят инсайдом информации что вы нашли в архивах уникальные документы это дневники самого Пашкова там не дневники а летопись это которую он сам вел там значит проблема в том что титульный лист отсутствует вот сразу начинается введение и пошел текст то есть ни название ни автора да и это документ который вот ну он несколько сот страниц его содержание это история Пашковского движения с момента приезда лорда Редстока 1974 год и по 1886 год то есть первые 12 лет движения поскольку эта история не была не была написана историками то тем более этот документ ценен что его пишет участник движения и практически онлайн то есть ну потому что там это не просто текст истории но там еще документы вкрапляются письма то есть вот такой ну это можно отчасти назвать и архивом да вот когда вот такое собрано и исследование текста показывает что его автором мог быть либо сам Пашков либо лицо которое которому Пашков поручил написать и снабжал документами и контролировал поскольку это история то Пашков там идет как Пашков сделал то-то и то-то в третьем лице то есть но это не не значит что это не Пашков то есть вот моя версия что и сам язык повествования такой язык культурно высокообразованного человека хорошо понимавшего историю собственного движения и потом там очень много личных данных связанных с Пашковым именно с ним хотя ключевых фигур было много там и Корф и Левин Гагарина Черткова там много аристократов были вовлечены да ну вот я отдаю приоритеты я обосновываю ну во-первых я собираюсь поместить эту поскольку названия нету я дал название летопись Пашковцев то есть такое все равно название нужно вот и автор условно это Пашков то есть я стараюсь обосновать почему там очень много аргументов в пользу этого вот поэтому я думаю конечно вопрос открытый если кто-то сумеет аргументировать и обосновать другую версию значит мы ее примем но вот но я думаю что в Ивановском движении не принято чтобы ну скажем так у первого лица там движение у епископа сегодняшним должен быть викарий который бы вел все в дневники записывался не принято как-то у нас да вот что был секретарь там или викарий кто-то вел скорее всего наверное я думаю да хотя у него была секретарь Наталья Федоровна Круза вот она такой была его порученец даже когда вот его выслали за границу в 84 году то и он не мог въезжать он только пару раз и спросил разрешение на короткое время въехать то есть получал специальные разрешения на въезд и жандармерия следила чтобы он вовремя выехал но его семья это Александра Ивановна Пашкова дочери и вот эта сестра Наталья Федоровна Круза они циркулировали между Европой и Россией достаточно регулярно поэтому кроме того Пашков занимался перепиской то есть он переписывался практически со всеми ключевыми фигурами евангельского движения того времени помогал материально помогал молитвами советами в письмах ему писали то есть он все равно оставшись на чужбине он выполнял роль ну нельзя сказать руководителя но куратора хотя бы куратора и и такого филантропа да который вот помогал материально и помогал юридическими советами потому что гонения после его высылки они только усилились в победоносовское время там вот поэтому пашков он в общем-то даже на чужбине он оставался патриотом россии и ну одним из вдохновителей евангельского движения то есть его роль я с вами соглашусь ключевая номер один вот и на мой взгляд может быть как петербуржца значит равным по значению ему можно только назвать Ивана Степановича Проханова то есть который колоссальнейшую труд совершил и до революции и после революции вот есть еще много выдающихся руководителей в баптийском лагере вот но там мне кажется нету таких центров как вот пашков и Проханов спасибо вам огромное за такой интересный рассказ за ваш труд за книги которые еще не вышли значит пашкова стоит ожидать год-два сейчас я еще добавлю мой друг и юный историк Филипп Никитин написал книгу о пашкове она в этом году издана таким очень уважаемым издательством свет на востоке и эта книга уже вот по моей информации она уже напечатана и поступила в Россию тоже обычно свет на востоке эти книги распространяет в дни фестиваля крещенские вечера которые проходят в январе в Петербурге вот в старинных храмах протестантских ну в Ютеранских там на Невском проспекте но в этом году я не знаю я не обладаю информацией вот у нас такая очень тревожная ситуация с пандемией и я просто боюсь что это будет невозможно по действующим нормам вряд ли к январю что-то изменится но я думаю что все равно свет на востоке найдет какие-то формы чтобы эта книга не лежала а нашла нашла своего читателя более того ее уже можно скачивать то есть если набрать Филипп Никитин Пашков друзья вот и вы попадете на я не знаю первая строка или там вторая будет где открыта ссылка для скачивания то есть ее можно уже читать а я в конце нашей программы еще раз дам рекламу этой замечательной книги написанной Баптистом о пятидесятниках и написано честно откровенно Владимир Степанов Россия в огне пятидесятницы ее можно найти заказать в интернете вот а у меня сегодня будет такая привилегия получить от автора автограф автограф спасибо большое напоминаю с вами был я епископ Альберт Радки наш канал Взгляд с Небесной подписывайтесь ставьте лайки если понравилось видео напишите ваши комментарии задайте вопросы я думаю что брат Владимир ответит на все ваши вопросы благослови всех Господь спасибо да благослови всех Господь аминь спасибо спасибо Продолжение следует...